Уважаемые соратники рыболовы, я от всех приветствую! Я очень рад, что это видео вас заинтересовало И сегодня мы будем с вами продолжать разговор о безмотельной ловле В прошлом видео мы занимались изготовлением вот такого карбонового сторожка Сегодня же мы перейдем к удильнику Вот так вот выглядит мой удильник, которым я в данный момент пользуюсь при ловле на безмотылку Значит, для его изготовления нам потребуется удильник-донор Удильник-донор это вот такая вот салмовская удочка, салмофин Которую мы сегодня с вами будем резать, пилить и отделать из него вот такую толковую снасть А сейчас давайте незамедлительно приступать к процессу изготовления Все материалы, все инструменты, которые я буду использовать, будут в этом видео Поэтому, пожалуйста, смотрите внимательно, чтобы ничего не упустить В первую очередь нам надо будет снять рукоятку с этого удильника Делается это очень просто Снимается он достаточно легко Рукоятка у этого удильника идет не цельнопробкая То есть внутри идет какой-то вспененный материал И сверху он покрыт такой ламинацией из пробки Ну, такая рукоять мне не особо сильно нравится Поэтому ее мы откладываем сразу в сторону И сегодня будем делать рукоятку из пробки Следующий шаг Необходимо снять полностью шпульку В ближайшее время она нам пока что не понадобится И вот у нас остается вот такая вот заготовка Берем ножовку по металлу и спокойно отпиливаем хлыстик Вот так вот хлыстик мы отпилили Обратите внимание, видите, здесь идет крестообразная основа для рукояти Значит, она по диаметру достаточно толстая И наша задача сделать ее немного поуже Поэтому нам надо будет спилить вот эти грани вдоль До самого основания шпули Чем мы, собственно говоря, сейчас и займемся Спиливать я все это буду с помощью обычной ножовки по металлу Видится это все очень хорошо Работа нетрудная Десять минут пиления ножовкой И вот таким образом выглядит рукоятка сейчас То есть нам нужна будет только вот эта вот центральная часть Сейчас нам надо будет спилить по окружности, получается, вот эти вот бортики Потому что они нам не нужны Спилить вот этот бортик, потому что он нам тоже не нужен И спилить вот этот вот торчащий сверху бортик Оставив только лишь вот эту вот заглушку Которая служит для того, чтобы леска не сбрасывалась со шпули Должны у нас остаться вот такие вот обрезки А сама заготовка должна выглядеть вот таким образом То есть все лишнее мы убрали Сейчас наша задача взять крупнозернистую наждачную бумагу И обработать все это дело, чтобы не было никаких шероховатостей Значит вот так вот выглядит обработанная с помощью наждачной бумаги заготовка Можете заметить то, что у меня здесь не получился прям такой ровный срез Но это не играет никакой роли, потому что на этом месте у нас будет установлена пробка-рукоятка Устанавливать мы ее будем на эпоксивную смолу Поэтому особой аккуратности в обрезании вот этой части не требуется Гораздо большая аккуратность требуется при обработке вот этой вот кромки наждачной бумагой Значит сначала проходимся крупнозернистой бумагой И потом доводим все это дело до ума с помощью мелкозернистой наждачки Значит сейчас, если вы не хотите заморачиваться по поводу внешнего вида этого удильника То вы можете уже ставить рукоятку, делать хлыстик и все И удильник у вас в принципе будет готов Но я делаю такой удильник в первую очередь для души И в конечном итоге удильник мой должен будет выглядеть вот таким вот образом Значит сейчас мы приступаем к сверлению отверстий Значит отверстие я буду сверлить 3-х миллиметровым сверлом по дереву Почему по дереву? Потому что у сверла по дереву присутствует наконечник тоненький Который вы центруете по месту, где вам нужно сделать будет отверстие И все сверло уже абсолютно никуда не уходит Значит вот таким вот образом выглядит сверло Видите у него наконечник? То есть его вы фиксируете и начинаете сверлить И никуда это сверло уже не съедет С помощью маркера я для себя отметил места, где у меня будут просверлены отверстия Значит зачем мне нужны эти отверстия? По большому счету они не несут никакой практической нагрузки Они выполняют только эстетическую составляющую моего удильника Ну может быть там пару грамм веса посредством всех этих дырочек Я конечно и заберу у удильника Но по большому счету никаких каких-то практических качеств эти дырочки не несут Кроме как может быть лишняя вентиляция Вот я просверлил отверстие ровненько и аккуратно Сейчас моя задача все тем же сверлом высверлить специальное углубление Для того, чтобы можно было устанавливать хлыстик Значит сверло все тоже по дереву с направляющей Значит глубина сверления примерно 1 см и 3 мм примерно То есть здесь идет сужение И наша задача просверлить до той степени Чтобы сверло у нас не вышло здесь наружу Я аккуратно просверлил отверстие Сразу же вставил хлыстик сюда Проверил как у меня все это дело тут устанавливается В общем удалось просверлить отверстие Так чтобы у меня хлыстик стоял прямо То есть и в горизонтальной и вертикальной плоскости И поэтому сейчас мы будем приступать к следующей операции Значит мне не нравится цвет данной заготовки Такой гламурный что ли Поэтому я беру обычную наждачную бумагу И вот такими нехитрыми движениями Соскабливаю весь этот слой краски Значит что получится в итоге В итоге получится вот такой вот очень приятный цвет Который по своей фактуре и по своему цвету Будет очень сильно похож на карбон Значит обтачивать надо и с внешней стороны И с внутренней стороны Основная и самая сложная часть работы у нас полностью выполнена То есть вот так вот я обточил В каких местах смог подлезть шкуркой В тех местах обточил Вот такой получается цвет Достаточно красивый и на ощупь он такой Немного бархатный такой шероховатый чуть-чуть Но поприятнее чем стоковая рукоятка Теперь давайте займемся шпулькой Дело в том что на шпульке есть вот этот ролик Если вот вы можете слышать Он вот так вот гремит И когда трясешь То получается тоже он издает вот этот неприятный звук Ну и плюсом ко всему рукоятка здесь идет достаточно массивно И сейчас мы от нее избавимся Делается это очень просто Берется опять ножовка по металлу И вот в этом месте ролик спиливается То есть буквально я отступаю Может быть миллиметра три И начинаю пропиливать Пропил не обязательно делать до конца Где-то после половины пропила отваливается вот эта фиксирующая шляпка И спокойно снимается ролик И вот у нас остается вот такая вот рукояточка Которую мы сейчас спокойно Зачищаем шкуркой Ну и собственно говоря все готово Значит шпульку можете оставить в таком варианте Либо можете пойти по моему пути И просверлить на ней дополнительное отверстие Чем я собственно говоря сейчас и займусь На обратной стороне шпульки есть отметки от литья Вот они И по ним мы будем сверлить отверстие А затем разметим шпульку и проделаем отверстие по периметру Будем сверлить все так же сверлом по дереву То есть устанавливаем направляющую иглу И спокойно сверлим отверстие Никуда у нас здесь ничего не будет съезжать И так после того как я все просверлил У меня получилась вот такая вот красивая шпулька Теперь давайте приступим к изготовлению рукояти В данном случае у меня уже есть заготовка круглая Из пробки То есть это старая рукоять от спиннинга Я понимаю то что у вас скорее всего такой рукояти нет Значит и выход есть очень простой В магазинах постоянных распродаж продаются подставки под горячее Они сделаны из пробки То есть сначала нарезаются квадратики небольшие В них сверлятся отверстия Потом все эти квадратики складываются один на один Склеиваются струбцинкой Затем Вы берете уже получается склеенную заготовку Берете анкерный болт с двумя шайбами Одна шайба маленькая Она ставится вот здесь То есть ближе к шляпке Подевается ваша заготовка Ставится снова еще одна получается шайба Уже большего диаметра Все это фиксируется плотно гайкой Затем заготовка вставляется в дрель И обрабатывается Ну и сейчас я вам это все покажу Значит единственное различие между моей рукоятью и вашей Будет заключаться в том Что ваша рукоятка будет в сечении квадратная А моя уже круглая Но это никоим образом не влияет на обработку То есть мы сейчас зажмем вот эту заготовку в дрели Возьмем шкурку И тихонечко сточим нашу рукоять До вот такой вот каплевидной формы И самое главное Та пробка, которая останется у вас после обработки Вы ее не выкидываете Потому что из нее мы будем делать торец нашей рукоятки Берем накидной ключик Ставим его на гайку Берем отверточку И протягиваем все это дело Все, теперь Берем дрель Откручиваем сверло Вставляем наш анкерный болт Проверяем на бьение Все отлично Берем кусок наждачки И начинаем стачивать Но перед этим желательно конечно на лицо надеть либо респиратор Либо смоченное полотенце Да, и направление дрели желательно изменить на от себя То есть, чтобы она крутилась И она получается от вас А не на вас Ну вот в принципе и все С помощью таких нехитрых движений Мы смогли сделать идеально ровную рукоятку Вот так вот она смотрится Сейчас мы ее снимем И посадим ее на эпоксидную смолу Первое, что нам надо сделать Это развести смолу В данном случае я беру смолу Трехминутку И смешиваю ее в соотношении Один к одному Работая с эпоксидной смолой Обязательно проветривайте помещение Потому что пары смолы Они токсичны Все, смолу я размешал Она стала немного мутноватой И теперь Наношу ее На стержень Нашей будущей рукоятки Все, теперь я аккуратно надеваю рукоять И одновременно ее Немножко подкручиваю Значит, излишки смолы Все тем же гвоздиком И я удаляю Вот, собственно, и все Мы наклеили рукоять Значит, работая со смолой Обязательно Отправим сразу же После того, как вы посадили рукоять Надо быстрее бежать И мыть руки Иначе потом облезет кожа на пальцах Либо сразу же работайте В резиновых перчатках Прошло примерно 5 минут И рукоятка у нас уже намерто схватилась И теперь наша задача Сделать торцевую часть Берется смола Выдавливается в емкость Сверху Мы берем Ту пыль от пробки Которая у нас осталась После обработки рукояти И засыпаем прямо сверху На эту смолу Вот так Теперь берем опять гвоздик И перемешиваем все это В конечном итоге У нас получается эпоксидный порошок С пробковой пылью И его мы наносим На торец Нашей рукояти Вот так вот мы его нанесли И теперь вот такими движениями Контролируем Направление расплытия Этой капли Делать это надо будет Недолго Потому что смола идет Трехминутная Она очень быстро схватывается И буквально За считанные мгновения Приобретает необходимую Овальную форму Теперь нам надо Вклеить хлыстик В наше удилище Значит если вы будете Делать удильник Под Карбоновый сторожок То я под карбоновый сторожок Сделал хлыстик Длиной 20 сантиметров Значит Ну а сейчас Я буду делать Хлыстик Длиной 37 с половиной сантиметров И полтора сантиметра У меня будет утапливаться В рукоять Значит Такой длинный хлыстик Мне нужен будет Для особенных таких сторожков О которых мы с вами еще поговорим В следующих видео Это будут коротенькие сторожки Такие Очень интересные Для высокочастотной игры Такая длина Хлыста Обусловлена тем Что в сидячем положении У меня не устает спина Опять все просто Берем смолу Совсем небольшое количество Перемешиваем Макаем в эту каплю Торец Нашего хлыстика И вставляем его В отверстие На удильнике Одновременно прокручивая Вот таким образом Все Теперь Снова берем Гвоздик Со смолой И аккуратно Наносим На ту часть Где у нас хлыстик Входит в удильник Вот так Теперь немножко покручиваем И ждем Пока смола схватится Вклеили мы хлыстик И теперь задача у нас Очень простая Я взял металлические шайбы Которые подходят По диаметру К оси Этого удильника Аккуратно Вставляю ее сюда На ось Немного Смазки Буквально одну каплю Не больше И все Помещаю Сюда Нашу шпульку Прокручиваю ее Немножко Ну вот Собственно говоря И все Наш удильник Под безмотылку Полностью готов Друзья Я очень сильно надеюсь Что данная версия Моего удильника Под безмотылку Пришлась вам по душе Если у вас остались Какие-то вопросы Пожалуйста Пишите их в комментариях Я постараюсь на всех На них ответить Но у меня на этом все Впереди меня ждут Сборы на рыбалку Поэтому увидимся с вами В следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok